Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это книга Исход 20 глава 24 стих и книга Исход 27 глава 1 стих, мы зададимся вопросом «Из чего был сделан жертвенник? Из земли или из дерева?» Казалось бы, какая разница для христиан, из чего делался ветхозаветный жертвенник – из земли или из дерева? Но на самом деле это не так. Для нас, христиан, есть разница. Дело в том, что во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих, сказано «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Поэтому любой такой сложный вопрос мы рассматриваем для назидания себя. В чем здесь проблема в этом вопросе? Здесь говорится, что жертвенник должен был быть сделан из земли. Это в 20 главе книги Исход 24 стих. Но эта же книга Исход 27 глава 1 стих сказано, «Он должен быть изготовлен из дерева ситим». Какое объяснение вот этому несовпадению мы можем найти? Сам по себе жертвенник, он как бы представлял пустой такой ящик в форме квадрата, сделанный из дерева ситим и покрытый медью. Об этом можно читать книга Исход 27 глава 1 и 2 стих. Но при использовании сам этот ящик наполнялся землею или камнями для того, чтобы образовать основание для твердости самого этого жертвенника. Потому что если бы он был сделан только из дерева, хотя и обшитым медью, он бы не имел устойчивости. Потом для жертвенника важно было иметь основание для углей, которые сыпали под жертвенник. Так, например, Беда Достопочтенный в своих гамильях на Евангелие пишет, «Действительно, в храме имелось два жертвенника». Здесь он предлагает как бы другое объяснение. «Означающее два завета в церкви. Первый жертвенник всесожжения, сделанный из меди, был расположен перед входом в храм для приношения и заклания жертв, что указывает на плотских служителей Ветхого Завета. Далее был утвержден жертвенник, покрытый золотом возле входа в святое святых для воскурения фемиама, что означает большую глубину, совершенство и благодать Нового Завета и служителей Нового Завета». Какой может быть образ, если жертвенник делался на камне или наполнялся внутри камнями? Это образ более новозаветный, чем ветхозаветный, ибо краеугольный камень нашей веры – это сам Христос. «А если жертвенник наполняется землею, то есть земным прахом, тем самым прахом, из которого был создан первый человек, как сказано в Библии, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою?» Это может означать причастность к жертвеннику рода человеческого, когда под жертвенником земля, которая символизирует собою род человеческий. Как в книге «Откровение» Иоанна Богослова говорится о том, что из-под жертвенника выпияли мученики, которые были умершлены за веру в Иисуса Христа. Итак, мы видим разные образы, которые указывают на исполнение в более последующих временах. Таким образом, Ветхий Завет — это, прежде всего, образ, икона Нового Завета, когда эти прообразы и образы начинают исполняться. Таким образом, мы рассмотрели еще одну тему, сложную, но непротиворечивую. Только неподготовленный к исследованию Писания человек может здесь увидеть некую сложность. И мы постарались сегодня ее объяснить. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok